Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 12 января, праздники кончились, пора на работу. Всех поздравляю с наступившим 2018 годом. Ну а сегодня мы поговорим про новый Kia Rio X-Line, автомобиль 2017 года выпуска. Совсем недавно он появился, скажем так, на нашем рынке. Тем не менее, многие блогеры, журналисты уже сняли про него обзор, рассказали, что в автомобиле изменилось. Кто-то говорит, классная тачка, надо брать, отдай миллион, купи автомобиль. Другие же говорят, что есть достойные конкуренты. Давайте вместе с вами в простой форме попробуем сегодня разобраться, стоит его покупать или нет. Ну а прежде чем мы начнем, друзья, пару слов хочу сказать про последние два видеоролика на канале, касаемо кредита. Все у меня двигается, ни с чем я соглашаться не стал, буду идти до конца. Дойду либо до суда, либо иными другими способами буду пытаться возвращать страховку. Поэтому будем собирать информацию, уже общаясь с юристом, уже общаясь с другими банками. Все, что будет, покажу вам детально. Если вдруг кто-то оказался в подобной ситуации, я думаю, вам этот видеоролик будет полезен. Ну а сегодня мы идем общаться про автомобиль. Давайте начнем с цифр. Первое. Сегодня, если вам удастся найти автомобиль 2017 года выпуска, то вы его теоретически можете забрать по цене 700 тысяч рублей за базовую версию. Максимальная комплектация, как в нашем случае сегодня, это премиум. Она стоит 1 миллион рублей. Плюс-минус где-то вы 10-20 тысяч, 30 тысяч возможно сможете сторговать. Все это индивидуально. Техническое обслуживание на автомобиль в среднем стоит 10 тысяч рублей. Расход у автомобиля, здесь два двигателя, 1.4 и 1.6 в среднем, 7-10 литров по городу. Я вот называю средние цифры. У кого-то может быть чуть больше, у кого-то меньше. В основном люди говорят 8-9 литров. И питается автомобиль, что немаловажно, 92-м бензином. Каска на автомобиль вам может обойтись в порядке 30-70 тысяч рублей. Но опять же, все по-разному. Кому-то могут и 100 тысяч насчитать, кому-то могут насчитать и 20 тысяч. Все это здесь сугубо индивидуально. Спрос на модели Рио по России действительно очень хороший. За 2016 год было продано порядка 90 тысяч автомобилей. За 2017 год, посмотрим, статистика будет доступна в начале февраля. Как вы видите, автомобиль у нас дилерский. Тем не менее, никаких договоренностей у нас, чтобы я его хвалил. О чем-то здесь утаивал нету. Я полностью высказываю свое мнение. В любом случае, дилеру огромное спасибо за предоставленный автомобиль. Все, кто хотят купить любой автомобиль марки Kia, пожалуйста, пишите мне в личку. Помогу, чем смогу. Как минимум, скидочку, либо какой-то подарок получите. Давайте знакомиться ближе. Как вы знаете, версия X-Line это, по сути, обновленная версия хэтчбека. Вот что мы получаем за 1 миллион рублей. Ну, смотрите, фары у нас идут все-таки галогеновые. Ближний, дальний здесь остается именно галогенкой. Но у нас есть дневные ходовые огни диодные. Прикольно это. Ну, наверное, хоть чуть-чуть это современные есть. У нас маленькие противотуманочки, тоже галогеновые. Чем отличается, собственно, кузов хэтчбека от седана? Ну, во-первых, по длине. Он чуть-чуть короче, на 160 миллиметров. По ширине два автомобиля, что седан, что хэтчбек будут одинаковыми. И по высоте этот автомобиль выше хэтчбека на 40 миллиметров. Про клиренс мы поговорим отдельно. Конечно же, есть отличия по свесам, как спереди, так и задней. Тем не менее, если посмотреть на автомобиль поближе, вот смотрите, мы сейчас стоим, в принципе, на ровной площадке. Все равно можно сказать, что передний бампер, он очень низкий. Вот если смотреть для города, ты приехал на парковку, к торговому центру, ну, я думаю, будет хватать. Но вот если, как его преподносят, что можно съехать на легкой бездорожье, я думаю, черкануть можно. Тем не менее, за нами сейчас прудик, который уже схватился льдом. И мы обязательно съедем и попробуем сделать такой легкий эксперимент. Заехать на середину речки, это или это пруд, я не знаю, что это такое. И встать там, шлифануть, крутануть, посмотрим на его проходимость. В остальном, за внешний вид здесь можно говорить, как обычно, бесконечно. Люди делятся на разные группы. Одни говорят, машина классная, все гармонично смотрится, надо брать. Другие говорят, что вот там чего-то некрасиво. Начинают ссылаться на конкурентов, говорят, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Давайте к машине подаем поближе, посмотрим. Ну, что здесь? Есть очень много пластика. С одной стороны, я считаю, что это хорошо. Машина как бы идет бюджетная, поэтому вот здесь что-то поцарапаешь, там поцарапаешь, не так жалко будет. Касаемо самого кузова. Конечно же, металл здесь тоненький, жесткости кузова здесь не хватает. Лако-красочное покрытие, ну, свои там пять лет проживет, соответственно, потом оно будет изнашиваться. Опять же, все зависит от эксплуатации. Как ты ездишь, как ты сидишь за машиной, как ты ее моешь. Давайте пойдем в подкапотное пространство и посмотрим, что уже встретит нас там. Открывая капот, нас здесь встречает все тот же прошлогодний Kia Rio. В принципе, ничего здесь не изменилось. Стоит все тот же двигатель 1.6 и 1.4. В нашем случае 1.6, 123 лошадиные силы. Крутящий момент, там около 100 ньютон-метров. Это действительно очень мало. Но с другой стороны, вот мы по городу катались на автомобиле в диапазоне 30-60-70 кг. Ну, газку даешь это, если в пол, да? Ну, какое-то такое ощущение, там более-менее резвости есть. Подчеркиваю, более-менее в пределах разумного, с учетом того, что мы говорим про Kia. Если его начать сравнивать с действительно мощной машиной, более-менее, ни о чем здесь двигатель. Тем не менее, смотрите, что здесь изменилось. Омывающий бачок стал чуть-чуть больше. Емкость аккумулятора стала тоже чуть-чуть больше. Естественно, если говорить про седан, то отличия по клиренсу, ну и по кузову. Все, все остальное по машине. Подвеска, салон, в принципе, все одно и то же. Заявленный разгон у автомобиля 11.6 до первой сотни. Естественно, если сесть со всей семьей, то разгон будет в реале примерно секунд 13. Смотрите, что здесь можно сказать. Ну, вот вы посмотрите сами подкапотное пространство. Вот если двигатель стоит, да, вот многие отмечают то, что есть крепежи для крышки. Самой крышки нету. Все открытое, ничего, нет никакой обшивки. То есть, так вот все сделано дешевенько, экономично. С другой же стороны, здесь нет никаких наворотов. Двигатель старый. С одной стороны, плохо, но с другой стороны, это надежно. Коробка здесь, шестиступенчатый автомат, обычная, стандартная коробка, с которой вы, собственно, не будете знать бед. Вот раньше на что здесь жаловались? Что могут быть проблемы с катализатором, которые могут аж привести к неисправности двигателя. Сейчас же говорят, что такой проблемы нет, ее доработали. Тем не менее, если вдруг она еще осталась, напишите обязательно в комментариях. В другом же. На что здесь можно, пожалуйста, не на что? Турбины здесь нет, здесь ничего нет такого высокотехнологичного, чтобы был низкий расход топлива. Просто слабенький двигатель, хорошая коробочка стоит надежная, все. Поэтому чему-то здесь сломаться нечему. А если даже что-то у вас здесь и сломается, по сути, ремонт будет недорогостоящий. И автомобиль легко пригоден для ремонта. То есть не надо будет с ним мудыхаться, куда-то его поднимать. Но знаете, как вот с рейндж-роверами была история, что чтобы поменять маленький тросик, нужно отделить кузов от рамы. Но это же вообще бред. Здесь такого, собственно, нету. Поэтому, почитав отзывы в интернете, вы вряд ли найдете какие-то придирки. Это как раз машина из серии, сел, завел, поехал. Ближайшие 1200. Мозги на вам делать точно не будут, но опять же, зависит от вас, чтобы вы к ней хорошо относились, чтобы вы за ней следили. Ушатать машину можно и в первые 50 тысяч, если ты умеешь, знаешь, как это делать. Парни, идем дальше. Капотик, конечно же, легкий. Естественно, стоит палочка. Здесь даже и спрашивают не за что. Но, с другой стороны, миллион рублей уже, можно было бы что-то ставить. Вот с точки зрения безопасности, если вы посмотрите краш-тест, или вы почитаете отзывы людей, которые принимали на автомобиле участие в ДТП, то многие пишут, что при более-менее сильном столкновении машина реально складывается вся. Она действительно мягенькая, водитель еще более-менее защищен от пассажир. Короче, коленки уходят у него в бардачок. Такое бывает, но, с другой стороны, машина, естественно, вся развалится. Передняя часть тут все поразлетается. Но это сделано как бы для безопасности. Вы все прекрасно знаете, что при столкновении производители сейчас также заботятся и о пешеходе, которую ты, не дай бог, сбиваешь. Подвеска на автомобиле. Передняя независимая амортизационная стойка типа Макферсон со стабилизатором. Задняя полузависимая торсионная балка тоже со стабилизатором. Вот наличие торсионной балки в автомобиле мне лично всегда говорит о том, что автомобиль будет прыгучий, жестковатый и плохо управляемый. Многие отмечают, вот смотрите, у нас автомобиль идет на 16-х колесах. Кто-то говорит, что на 15-х он управляется лучше. Кстати, отмечу, что вначале я не сказал, что в автомобиле также изменена колесная база. Так вот, на 16-х колесах автомобиль смотрится попривлекательнее, тем не менее в управляемости он теряет. Отмечу, что максимальная скорость у автомобиля в кузове хэтчбэк 183 км в час. Если же брать седан, то скорость будет 192 км в час. И вот несмотря на то, что многие говорят, что автомобиль беспроблемный, ездишь, катаешься. Те, кто много катаются, всегда отмечают, что со временем, вот ближе к 100 тысяч, все равно уже приходится подвесочку перебирать. Ушатать ее на неровных дорогах очень легко. Я это замечаю на всем модельном ряде от Kia. Вот мы снимали, например, Сид, мы снимали Спортич, мы снимали Соренто. Со временем все отмечают то, что подвесочка начинает греметь, ее, естественно, нужно перебирать. Ты скажешь, да это же у любого автомобиля нет. Если взять какого-то японца, вот их поставить, знаешь, для теста, вот 100 тысяч откатать примерно в одинаковых условиях, вот у Rio или там у любой другой модели, подвеска будет ушатана быстрее, чем нежели у какого-то японца. Клиренс автомобиля немаловажную роль играет для России. Конечно же, многие из нас хотят купить автомобиль повыше, особенно люди, живущие в регионах. Так вот здесь он 170 мм. В седане 160, здесь 170. Конечно же, мое личное мнение, я считаю, что это вообще бред сам натуральный. На 10 мм приподнять автомобиль, но сделали бы хотя бы уже 185 мм. Передний свес опять же сделали более задиристый. Автомобиль преподносит как городской такой, знаешь, городской, с возможностью выехать куда-то на природу. Вот тестировать его, вот некоторые, почему-то едят куда-то в поля, начинают куда-то ехать, подниматься. Зачем это нужно? Вот я, например, владея седаном длинным, вот выезжая летом на пруд, я и на пруд могу проехать везде аккуратненько, потихонечку. И на этом автомобиле ты проедешь, и на седане ты проедешь. А вот ехать куда-то в дебре, как правило, люди, которые любят дебри, вот им надо летом куда-то выехать, зимой надо выехать. Они покупают автомобиль и покупают себе Ниву-трехдверку. Вот Ниву-трехдверка вообще, пацаны, ставьте лайк чисто за Ниву-трехдверку. Самый лучший внедорожник. И вот на основании всего вышесказанного я задаю вопрос менеджеру, вот кто покупает этот автомобиль? Вот есть у него какой-то портрет? Возможно, это какие-то пенсионеры приходят, молодые люди. Люди, например, с маленькими детьми, у которых там первенцы, там только родились дети. Нет, покупает кто угодно. Может прийти, говорит, 25-летний парень купить его вот именно в этом кузове. Могут прийти люди там, пенсионеры среднего возраста. Поэтому конкретно, как можно сказать, то, что этот автомобиль направлен на молодежную аудиторию, на взрослую аудиторию нет. Касаемо внешнего оснащения, здесь, конечно же, никого ничем не удивить. В зеркалах боковых есть повторители поворотников, есть у нас бесключевой доступ, который доступен для нашей комплектации. Давайте присядем назад. Кстати, бак у автомобиля 50 литров, что говорит нам о том, что в принципе на нем ты можешь проехать 600-700 километров. И вот посмотрите, сколько места вас встречает сзади, с учетом того, что я ростом примерно метр восемьдесят. И вот я сиденье сейчас настроил под себя. Вот покажи, пожалуйста, поближе, вот в целом просто атмосферу заднего ряда. Салон у нас отделан искусственной кожей. Кожзаменитель, дермантин, кому как больше нравится. Давайте я присяду сам за собой. Оп. Он серьезно, настроил под себя, как я езжу. Вот если я сяду прямо, да, то его просто правно. Ну, салончик, конечно, тесноватый. Здесь что-то говорит, то, что, мол, надо поближе сиденье поставить. Я развалился. Нет, всегда так езжу. Поэтому, когда ты садишься за руль автомобиля, за счет того, что он немного повыше, такое ощущение есть, да, такого просторного автомобиля. Но на самом деле это присутствует. Прямо садишься с него и прям думаешь, угу. Ну, вот если сесть сюда всей семьей сразу, вот за рулем сижу я, как мужчина, рядом жена. Сзади, например, детей посадить. Будет тесновато, однозначно. И сзади, по сути, нет ничего. Подлокотника нету, машина миллион, в самой топовой версии нету. Есть зато подогрев сиденья, что немаловажно. Есть автоматическое, ну, открывание, закрывание окон. Все. Идем дальше. Вот видишь, да, не очень удобно-то выходить. Посмотрим, что нас встретят сзади. Нас здесь встречают светодиодные фонари. Дизайн. Вы уже все видели, все знаете. Здесь у нас есть в нашей комплектации камера заднего вида. Плюс кузова хэтчбэк в том, что у него есть, конечно же, дворник. Но это приятно, на самом деле, особенно в снежную погоду. Обратите внимание, как высоко поднимается крышка багажника. По сути, здесь лето можно присесть, посмотреть вдаль. Ну, особенно, когда красивый вид перед тобой есть. Смотрите, что у нас есть в багажнике. Объем у него здесь порядка 300 литров. Если сложить заднее сиденье ровного пола не получится, он будет все равно со ступенькой. Но объем тогда будет порядка 1000 плюс литров. Это, естественно, все снимается. Никаких кармашков здесь по багажнику нет. У нас идет запасное колесо полноразмерное. Ну и, по сути, все. Все, что нужно, все есть. Никаких изысков. Вот отмечу, да, что у нас речь идет про автомобиль, скажем так, бюджетный. И поэтому здесь всего-то ждать, чем-то вас удивляет, ну, нечем. Но, с другой стороны, оснащение у него, в принципе, достойно. Поэтому пойдемте, присядем в салон автомобиля, и я вам покажу, чем он вас порадует. А по оснащению автомобиль бедным назвать нельзя. Ну, смотрите, у нас есть датчик давления в шинах, который привязан непосредственно к АБС. У нас есть курсовая устойчивость. У нас есть блок управления полностью. С зеркалами, стеклами. Все стандартно есть. Подогрев руля. Руль, на самом деле, с приятной такой обшивочкой. Да, она, наверное, дешевая. Со временем она и затрется, но, тем не менее, выглядит очень даже достойно. Касаемо пластика, ну, по мне, пластик во всех моделях Kia примерно плюс-минус одинаковый. Дальше у нас идет мультимедийная система с поддержкой CarPlay. У нас есть здесь навигация. Заводится автомобиль с кнопочки. Удобно, конечно, удобно. Ключ в кармане, это, на самом деле, так круто. С другой стороны, автомобиль, таким образом, становится легче для угона. У нас есть однозонный климат-контроль. Подогрев лобового стекла, что вообще, на самом деле, в зимнюю погоду это действительно круто. Коробка автомат, как я сказал, селектор переключений. Всем уже из вас давно знаком. Есть возможность перейти в ручной режим. На педали газа нету кикдауна. То есть, нажимаешь в пол, ничего не происходит. Но двигатель очень сильно орет. Поговорим об этом чуть позже. Есть ручной стояночный тормоз. Конечно, не хватает, знаешь, таких мелочей, которые уже есть в Kia Optima. Например, электронного стояночного тормоза, автохолда, кругового обзора. В общем, всего того, что есть в более дорогих версиях. Тем не менее, у нас есть хотя бы подлокотник. Он двигается вперед-назад. В более простых комплектациях его нет. Он идет как доп. оборудование. Сидение у нас, естественно, с механической настройкой, как водительской, так и пассажирской. Сев автомобиль, настроив его под себя, удобно. Но я бы не сказал, что прям вау. То есть, на самом деле, кресло, но все равно, ну не то. Вот я сажусь, вот я вроде бы и руль уже опустил. Но как-то, знаешь, своего положения не могу найти. Опять же, вот я откидусь слегка назад. Вот у меня рука под локоть, ну локоть, уже лежит прямо на краю подлокотника. То есть, чуть-чуть бы надо как-то вперед сесть. А сажусь вперед, мне уже не нравится, у меня начинает колени подниматься. То есть, такая, знаешь, маленькая коробчоночка. Но с другой стороны, если ты ростом примерно метр семьдесят, я думаю, тебе будет удобно. Жена, ну девушки, в основном, у нас вот метр шестьдесят, метр семьдесят пять, вот в этом диапазоне. Здесь говорить больше не о чем. Все вам давным-давно известно про качество отделки. Это вы уже все слышали. Поехали, покатаемся. Мы уже на дороге. И самое вот интересное, смотрите, едем сорок километров в час газку в пол. Шестьдесят, пацаны. Потому что интересно, когда ты едешь, двигатель действительно очень громко работает. Ну, видно, что шумоизоляции нету. Ну, вот для города мы перемещаемся на резине не шипованной. На скорости до восьмидесяти ста километров машина стоит очень хорошо. Подчеркиваю, что в нашем городе, где мы ездим, местами можно ездить шестьдесят тире восемьдесят. Я вас всех призываю соблюдать правила дорожного движения. С точки зрения эргономики и комфорта. Ну, вот на самом деле, можно попробовать как-то усесться. Естественно, если поездить на автомобиле недельку, я думаю, я нашел бы вот миллиметр в миллиметр, знаешь, какие-нибудь свои режимы. Так, чтобы я мог сесть и действительно в машине чувствовать себя комфортно. Но сейчас не совсем неудобно. Касаемо обзорности. Зеркала маленькие, но, тем не менее, сегодня ясная погода. Видно, все ясно, понятно. Особенно, когда машина чистая. В ночное время, если машина будет в грязи сильной, я думаю, конечно же, этого будет не хватать. Но сейчас все хорошо. Вот, видите, как пешеход нарушает режим. Женщина, нельзя так делать. Это нехорошо. Ну, конечно, сейчас не совсем честно, потому что с горочки мы идем. Ну, давайте хотя бы до 60 разгонимся. Раз, два, три. Газ в пол. Ну, подрыв начинается с 4-5 тысяч, как обычно. 60. Для города нормально. Но выйти на трассу, газ в пол нажмешь. Особенно на 110-120, это будет вообще ни о чем. А машина будет, ну, действительно овощная. А так передвигаться из магазина в магазин по работе достойно. И вот на основании этой информации ты должен принимать решение, нужна тебе эта машина или нет. Если ты каждый день ездишь в большом городе, и ты слушаешь какие-то обзоры, смотришь чьи-то истории, говорят, вот, блин, на трассе машину носят. А ее действительно будет носить колье, она не любит. На большой скорости она может узнать, что ты едешь раз левее, раз правее. Это все бывает. Но если ты катаешься по городу, где ты не разгоняешься больше 80-100 километров, ты с этим никогда не столкнешься. Даже если у тебя нарушен сход-развал. Ты будешь кататься и этого не понимать. Если поговорить про шумоизоляцию, естественно, ее здесь нет, ее здесь не хватает. Вот для города мы стоим, тишина. Вот почему говорю постоянно для города, ну а где мы еще все с вами живем, где мы с вами ездим? Я понимаю, что есть города, где дороги настолько убитые, что это, мама, не говорю, там действительно нужны высокие машины. В нашем случае передвигаемся с комфортом. До 60, если не сжать в пол, тоже вроде более-менее тихо, комфортно. Но разогнаться 80-90, а выйти на трассу, естественно, будет стоять дикий гул, который будет бить по ушам. А покататься на такой машине часиков 5-6 за рулем, вот проехать, наверное, в 300-400, ты действительно выйдешь, из нее голова будет такая вот. Чисто у-у-у-у-у-у-у-у-ух, ну вы меня прекрасно понимаете. Так, мы едем, что тут, что тут, блин, куда все, блин? Что с Рио хотите погоняться? Сейчас я вам устрою, блин. Ну ладно, в городе, вот как говорилось, опять же, нельзя нигде гоняться, потому что постоянно опасная ситуация. Вот камрюшку предупредил Включил правый поворотник Чтобы он понял, что мы тут едем И пропускаем пешеходов Так, ну все, сейчас целашку дернем Все, целашку дернули Что сильно не нравится Это, конечно, ценник автомобиля Миллион рублей за новую Рио Конечно, для меня это как раз та же самая Психологическая отметка, когда, блин Лям за Рио, это вообще перебор Естественно, я все прекрасно понимаю Курс доллара, слабая экономика страны Тем не менее, хотелось бы, чтобы вот эта Топовая версия стоила рублей 750 Вот тогда это было бы действительно Круто, исходя из того, что Базовая версия автомобиля стоила бы 500 тысяч рублей, как это было когда-то Раньше, когда только начали продавать Эти автомобили, проезжая мост В стыке, естественно, на этих стыках сразу Чувствуется прыгучесть автомобиля Жесткость автомобиля Действительно чувствуется, если проезжать Железнодорожные переезды, тоже прям Бух-бух-бух-бух-бух, вот ямка, да Удары есть И вот таким образом автомобиль На самом деле, можно очень быстро и легко Ушатать Все равно приятно, что за небольшие Относительно деньги для автомобиля Можно купить новую машину, которая у тебя будет На гарантии, которая будет тебе дарить Комфорт и, самое главное, надежность Вот у меня у отца раньше был ВАЗ-12 Я понимаю прекрасно, что Сегодня нынешние модели ВАЗа Это совсем другое, их нельзя сравнивать с Двенашками, даже в плане надежности Тем не менее, он мне столько про нее историю рассказывал Что купив с нуля машину Она постоянно сыпалась, постоянно ломалась Он ехал по прямой, где-то останавливался Все, она глохла и не ехала дальше Ему постоянно приходилось что-то менять в ней Вот сегодня, я думаю, все люди, кто зарабатывают деньги Любую сумму Будут все равно стараться и стремиться Купить иномарку Кто покупает русские машины И чем он это мотивирует Я думаю, только в первую очередь ценой Хотя русские машины сегодня по цене тоже далеко не дешевые Я думаю, многие из вас слышали Когда люди снимают какие-то обзоры Говорят, что автомобиль дарит эмоции Он какие-то ощущения передает Еще что-то дает Вот этот автомобиль отличный поджопник для города Вот ты сел в него Завел его, поехал Делишки сделал, где-то его бросил Если ты его притер, условно Но не так страшно Если что-то здесь сломалось по мелочи То ты тоже не боишься, потому что это не так дорого То есть та машина, которая стоит до миллиона рублей Но на ней есть все самое необходимое Ну согласись, вот все, чем она оснащена Я перечислил И это, в принципе, можно считать достойным Если у тебя больше доход денежных средств Естественно, бери себе Ауди Бери себе Мерседес, БМВ Ну что хочешь Хочешь Тайот Ланд Крузер себе возьми Я никого не пытаюсь рекламировать Говорю, как есть Друзья, пришло время делать выводы Напоминаю вам, что автомобиль стоит в базовой версии 700 тысяч рублей В топовой версии, как наша, 1 миллион рублей Вот если бы ты спросил меня Вот купил бы конкретно я этот автомобиль Я бы тебе честно ответил Что Kia Rio я бы взял в кузове седан Но седаны мне ближе Я понимаю прекрасно, что хэтчбэк он более функциональный У него есть свои плюсы Но мне седаны по душе на сегодняшний день Из отзывов по владельцу можно сказать одно Что в основном они жалуются на то Что это не более дорогой сегмент класса D Им не хватает шумки Им не хватает управляемости Им не хватает комфорта С точки зрения надежности Этому автомобилю можно поставить оценку Но я бы сказал 4 балла Вот когда здесь будет все безупречно Прямо так, что ни одного нарекания Тогда будет оценка 5 На сегодняшний день, исходя из того, что автомобиль бюджетный 4 балла достойна оценка У автомобиля, конечно же, есть ряд конкурентов Вы можете из чего-то выбрать Я их перечислять не буду Вы все сами их прекрасно знаете Говорить вам, что можно присмотреться к другому автомобилю У нас сотни, тысячи людей и у каждого своя голова на плечах Изучайте вопрос, смотрите, смотрите другие обзоры Сравнивайте автомобили и делайте решение для себя Но самое главное, всем советую всегда проходить тест-драйвы длительные Не 5-10 минут, а хотя бы брать автомобиль на один день Подписывайтесь обязательно на канал Подписывайтесь обязательно на инстаграм канал Там всегда выходят только свежие новости О которых вы узнаете первыми Друзья, ставьте лайки, ставьте дизлайки Высказывайте ваше мнение в комментариях Плюсы, минусы автомобиля Все, что хотите, все, что думаете Пишите, всегда читая, со всеми общаемся Парни, 18-й год начался Будем стараться, однозначно, снимать больше Не только машины Очень много историй жизненных Которые нужно рассказывать Нужно придавать огласки, делиться информацией Оставайтесь со мной И у нас все будет отлично До скорых встреч, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok